Салют, друзья, у микрофона Мистер Кейм. Мы с вами возвращаемся на просторы нашего любимого КРМП, где продолжается наше выживание в лесу. Пошел уже третий день. Как я и предвещал, похолодало. Очень сильно похолодало, выпал снег. И как хорошо, что в прошлый раз мы смогли все-таки отремонтировать двигатель нашей новой машины, потому что это единственный способ нам согреваться в этом холодном и жутком лесу. Если вы пропустили первые два дня нашего выживания, то напомню, почему мы прячемся в лесу. Все дело в том, что я нахожусь в международном розыске. Сейчас я самый разыскиваемый человек на серии. Как так получилось? Ну, можете посмотреть в предыдущих видео по КРМП. Сейчас не сути важно. Дело в том, что сейчас наступает Новый Год. Прямо сегодня Новый Год, вы представляете? И получается, что этот Новый Год я вынужден провести в одиночку вдали от города. В этом жутком лесу среди диких зверей. Согласитесь, не самый лучший Новый Год, который можно встретить. И вот о чем я подумал. На Радмир КРМП вышло новогоднее обновление. Добавили новогоднюю ярмарку, новогодние квесты. А я должен торчать в лесу. Ведь если я попаду в любое людное место, шансы того, что меня арестуют, возрастают многократно. Однако, все-таки Новый Год это в первую очередь новогоднее настроение и новогоднее волшебство. Поэтому я должен рискнуть. Я рискну всей своей жизнью. Рискну шансом сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь как раз-таки. Но все-таки этот Новый Год я в лесу отмечать не собираюсь. Прямо сейчас мы будем отправляться с вами на новогоднюю ярмарку. Встретим его вместе с остальными людьми и зарядимся новогодним настроением. Тем более, что в новогодних ярмарках есть еда, крепкие напитки. А это мне сейчас крайне необходимо, чтобы согреваться. Единственный момент, что новогоднюю елку решили разместить где-то в отдалении от всей цивилизации. Для меня это огромный плюс. Скорее всего, там не водится полиция. Но к шансам, что туда пройдет моя старая развалюха, которая буквально может заглохнуть на любом этапе этого путешествия, и где я буквально могу замерзнуть до смерти в заснеженной тундре, не внушает мне, так сказать, уверенности. Так что я хочу поехать и сесть на новогодний поезд, и на нем уже в целости и безопасности добраться до новогодней елки. Я приехал на станцию, осталось дождаться только новогодний экспресс, который и доставит меня до новогодней елки. Я считаю, что тот риск, на который я сейчас иду, абсолютно оправда. Нельзя праздновать Новый год в одиночку. Мы должны отпраздновать его как следует. Да, мы сейчас находимся в самом центре города, так еще и на железнодорожной станции нас могут арестовать в любой момент. Но я все-таки надеюсь на новогоднее чудо, и что все будет хорошо. А пока мы ждем новогодний поезд, я хочу у вас узнать, почему вы до сих пор не играете на Радмир РП? Сейчас самое лучшее время начать здесь играть на 15 сервере. Скачивайте лаунчер по ссылочке в описании. Играть можно как с компьютера, так и с телефона. Заходите на сервер. После регистрации в первую очередь введите команду P-Code и укажите мой промокод MrKey, который даст вам отличный денежный бонус для старта игры. Не забудь также при регистрации указать мой ник RomanKey в качестве пригласившего игрока. Это отлично меня поддержит в моем тяжелом выживании. А самое главное, вы сейчас можете не только приятно провести новогодние каникулы в этой шикарной атмосфере, но и поучаствовать в грандиозном розыгрыше. Прямо в игре проводится розыгрыш 150 шикарных призов. Самый главный приз это за лонтой Гелендваген в реальной жизни, а также телефоны, компьютеры, мышки, клавиатуры и другие девайсы, а также эксклюзивные автомобили на Radmir RP. В общем, заходите играть, качайтесь до четвертого уровня и приятно проводите время вместе со мной, а вот новогодний поезд все никак и не подъезжает. По расписанию он должен был прибыть еще 5 минут назад, но здесь абсолютно пусто. В прямом смысле слова, я на этой платформе стою в абсолютном одиночестве. Давайте, может быть, зайдем во внутрь станции и узнаем у кассира, где же наш новогодний экспресс. Молодой человек, отойдите от кассы, новогодний экспресс отменяется, он сломался. Что? Злая бабка мне сказала, что новогодний экспресс сломался, но как я тогда доберусь до новогодней елки? Поезд это был единственный способ дотуда добраться. Вы же понимаете, что если новогоднего экспресса не будет, то и нового года у нас тоже не будет. Я считаю, нам нужно ехать в железнодорожное депо и разобраться, что там происходит. Так, где мой новогодний экспресс? А ну живо отчитывайтесь передо мной. Мне поступил вызов о пропавшем поезде на одном из удаленных участков железной дороги. Слушай, я понимал, что задача будет сложной, особенно учитывая плохую видимость из-за снегопада. Я был решительным и готовым к любым трудностям. С каждым шагом через метровые сугробы ветры становились сильнее, но я не собирался останавливаться. И тут я заметил что-то странное. Следы в снегу, которые выглядели так, будто поезд остановился на мгновение, а затем исчез в никуда. Мое любопытство только возросло, и я решил следовать за этими загадочными следами. Они привели меня к отдаленному участку заброшенной железной дороги, где должен был быть пропавший поезд. Но я обнаружил только пустые рельсы и мертвую тишину. Слушайте, вот это да! Какая жуткая история! Новогодний поезд-призрак, который должен был у меня отвезти в новогоднюю ярворку, пропал пару дней назад без вести. Я отказываюсь верить в паранормальные вещи, скорее всего, этому есть какое-то объяснение, но тем не менее, поезд, который пропал во время снежной бури, вызывает очень много вопросов. Как бы там ни было, это мой единственный способ добраться до новогодней ярмарки. Нам необходимо найти этот новогодний экспресс и разобраться, что же с ним случилось. Я бы прямо сейчас был готовен отправляться на его поиски, ведь времени у меня в обрез. Новый год уже наступает! Но вместо этого начальник депо теперь отправил меня убирать заснеженные сугробы. У него получается в депо. Неужели других людей для этого дела не нашлось? Я уверен, что я не единственный, кто пришел сюда, чтобы разобраться с этим пропавшим поездом. Почему именно я должен убирать эти сугробы? Все, начальник, я расчистил твои сугробы, как ты и просил. Давай отправляться на поиски твоего поезда-призрака. Отправляйся на каждый переезд и попытайся разузнать там информацию о камерах. Вот, наконец, что-то полезное. Нам нужно отправляться на железнодорожные переезды и получается начинать наше собственное расследование в поисках этого новогоднего поезда. Нужно посмотреть камеры видеонаблюдения на каждом переезде и выяснить, где мы сможем найти хоть какие-нибудь зацепки. А вот и первый железнодорожный переезд на въезде в город Южный. Вроде он исправен. Здесь поезд никуда пропасть не мог. Давайте поговорим с работником. И, судя по всему, я тут не один, кстати говоря. Другие люди тоже разыскивают пропавший поезд. Даже вот на таких вот жигулях. Все хотят зарядиться новогодним настроением. Думаю, что вместе мы должны разгадать эту страшную загадку поезда-призрака. Дежурный Евгений ничего не знает про новогодний экспресс. Видимо, здесь он не проезжал. Но это, в принципе, неудивительно. Я сам стоял на этой станции и не видел никакой железнодорожный экспресс. Давайте двигаться на следующий железнодорожный переезд. Если здесь и проезжал новогодний экспресс, то должны были остаться записи с камер. Давайте поговорим с дежурным. Дежурный Юрий, вы здесь видели новогодний экспресс? Нет, тут точно не было никаких поездов. Да ёпарасоте, здесь он тоже не проезжал. Ладно, время терять не будем, двигаемся сразу дальше. Когда мы всё-таки с вами найдём железнодорожный переезд, через который этот поезд приезжал, то мы гораздо сильнее приблизимся к его поискам. По крайней мере, мы сможем приблизительно выездить место, где он бесследно исчез. Так, дежурный Денис, здравствуйте. С Новым годом, с наступающим вас. Говорите, проезжал здесь новогодний поезд или нет? Такого поезда не было. Да ё-моё, мы объездили уже три железнодорожных переезда буквально в разных частях карты. И нигде этот поезд не было видно. На самом деле, не могу я доверять дежурным на этих переездах, потому что у них работа скучная, и, скорее всего, 24 на 7 они бухают. А значит, могли просто-напросто проспать. Момент, когда там проезжал наш новогодний экспресс. Я вместо этого предлагаю самостоятельно посмотреть камеры видеонаблюдения с этих железнодорожных переездов. Благо, они доступны в этой будке. Надеюсь, что здесь мы сможем собрать какую-нибудь информацию и меня тут не арестуют и не припишут мне ещё дополнительную статью за то, что я взламываю камеры видеонаблюдения. Да, без программиста тут не обойтись. В смысле без программиста тут не обойтись? Просто пару кнопок нажми-то, что компьютером не умеешь пользоваться. Мне теперь по телефону нужно звонить какому-то программисту Константину, потому что я самостоятельно не могу посмотреть камеры. Ладно, надеюсь, у меня есть контакты этого программиста Константина. Давайте попробуем ему звякнуть. Слушай, нужно создать вирус, чтобы взломать компьютер и пробраться сквозь защиту. Окей, я в деле. Приезжай ко мне домой, я тебе скину геолокацию. Ладно, договорились с этим Костяном, получается, на взлом камер. Вот почему я не мог их посмотреть, потому что у меня доступа нету. Тут пароль надо ввести, пароль, чтобы посмотреть камеры видеонаблюдения. Ну это логично. Ладно, Костян сказал ехать к нему. Давайте доберёмся до него. Если я правильно понял адрес, то Костян должен жить в этом доме. А, вот и он, встречает нас у подъезда. Так, Костян, давай мне свой вирус. Держи, вот твоя флешка. Здесь находится загрузочный образ с вирусом. Вставляешь его в компьютер и дело в шляпе. Он нам дал код активации. 157-239. Самое главное, его не забыть. 157-239. Надо где-нибудь записать. Всё, записал код активации. Всё, спасибо тебе огромное, Костян. Буду у тебя в долгу, хоть я тебя, в принципе, до этого и не знал. Возвращаемся обратно и давайте всё-таки глянем эти камеры. Я уже полкарты скуролесил, но пока даже чуть-чуть не приблизился к пропавшему поезду. Вместо этого я сейчас совершаю очередное преступление и взламываю камеры видеонаблюдения. Ладно, используем, получается. Что он там нам сказал? 127-531, по-моему. Капец, я думал, он мне дал рабочий вирус. Я же сказал, я не программист. Он меня заставляет тут перетаскивать что-то туда-сюда. Я не программист. Мне всего лишь нужно посмотреть камеры видеонаблюдения. Я тупой беглый зэк. А в результате Костян нам выставил подставу. Ладно, первую ячейку я взломал. Осталось ещё три. Отлично, я взломал все ячейки. Теперь самое главное ввести правильный код активации. У меня есть только одна попытка. Какой же код там был, ё-моё? Вроде 157-239. Нажимаем. О! Я вижу, я вижу камеры видеонаблюдения. Вот он, Рождественский экспресс. Так, смотрим, что же с ним могло случиться. Вижу, что оттуда выходит машинист. Возможно, чтобы перевести стрелки. И куда он заходит? Вздёт в какую-то будку. Ему горит красный сигнал светофора. Другой зелёный сигнал светофора. Машинист возвращается обратно. Но пока поезд мы видим. Осталось только понять, куда он сейчас будет направляться. Тут есть два пути. Направо и налево. Вместе с ним в поезд залезает, судя по всему, его помощник или кто-то ещё. Слушайте, очень интересное у нас расследование здесь получается. И куда же поезд поедет? Слушайте, вместо того, чтобы ехать направо, поезд отправляется по левому пути. Вот почему мы не видели его на железнодорожных переездах. Он поехал совершенно в другом направлении. Ну что, камера видеонаблюдения стояла, судя по всему, именно в этом месте. Они заходили в эту самую будку. Тут стоит какой-то скутер. Мне он сейчас понадобится. Поехали! Блин, я не могу пользоваться этим скутером. Он принадлежит другому игроку. Ладно, будем бежать пешком. Я очень надеюсь, что бежать недалеко и мы с вами не замёрзнем. Поезд вместо того, чтобы поехать направо, направился вот по этому пути. Но этого пути раньше, по-моему, не существовало. Всё очень таинственно и загадочно. Давайте внимательно следить за железнодорожным полотном и искать любые зацепки. Эта железная дорога ведёт к какому-то старому мосту через эту реку. Я не уверен, что мне следует туда идти, потому что у меня сейчас мало сытости. Здоровье скоро начнёт падать и, возможно, я могу замёрзнуть до смерти, если отправлюсь туда без машины и без каких-либо припасов. Ох, чувак, какой-то ладимый меня проехал, ну подвёз бы меня, ты же тоже ищешь этот прожезнодорожный поезд. Хотя, не самая лучшая идея, мне кажется, была ехать по железнодорожным путям, он уже взял и застрял там на своей ладе. Дружище, дальше мы, судя по всему, пойдём с тобой вдвоём пешком. Он реально застрял. Ой, какая неожиданность. Ну, а что ты вообще надеялся, когда здесь собирался ехать на своей машине? Вот на мотоцикле ещё можно проехать, ну а сейчас, дружище, давай, будем страховать друг друга и погнали. Я тебе машину помогать толкать не буду, смотри, чтобы её поезд не сшил. Стой! Так, он просит меня помочь пнуть эту машину, и тогда он меня отвезёт. Слушай, ну я её пнул, давай попробуем поехать, что ли? Так, он садится, получается, тоже слезаем на заднее сидение. Ну давай, попробуй меня подвезти. Возможно, мы нашли человека, который всё-таки сможет нас выручить из этой проблемы, но нет, машина всё ещё застрявшая, её нужно ещё подтолкнуть. На что ты там, блин, заехал-то? Вот, хорошо, встали прямо на железнодорожные пути. Самое главное, мужик, не застрянь! Да ё-моё, у тебя машина слишком низкая, здесь только на джипе можно проехать, тут нельзя так проехать на твоей развалюхе. Я не собираюсь сейчас тратить свою энергию и толкать твою машину через весь железнодорожный мост. О, человек на ленд-крузере, во, это наш клиент. Спасибо, спасибо, что согласился меня подвезти. Ну, конечно, мы его не спросили ни о чём. Он говорит, вылез. Да подвези по-братски, господи, в одну сторону едем, ты что же этот поезд ищешь, давай! Хотя он в любом случае здесь не проедет, потому что там эта развалюха встала. Да что такое, здесь уже пробка на этом железнодорожном мосту. Все едут здесь на машинах и все застревают. Здесь, по сути, может проехать только этот ленд-крузер, который сейчас помогает этому чуваку на его ладе. Так сказать, выручает его из его же беды. Я надеюсь, вы все понимаете, что если внезапно здесь поедет поезд, вам всем кранты. Всё, мы разрулились в этой ситуации. Отлично, едем наконец-то, можно хотя бы согреться в такой роскошной машине. Добрый человек всё-таки оказался. Слушайте, здесь пурга такая начинается, с ума сойти. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, не застряй, не переверни машину! Оооо, ё-пэ-рээ-э-э-э-э-э-э-э-э, господи. Ладно, всё, я тут вылезаю. Выпусти меня, не хочу я дальше с тобой ехать. Ну ладно, он продолжает ехать дальше вдоль этих железнодорожных путей. Вот здесь надо быть поаккуратнее, чтобы наша машина ещё и не провалилась под лёд. Слушайте, как хорошо, что я нашёл попутчику. Представляете, всё это расстояние пешком сейчас бежать. Надо было все-таки брать свою машину, раз тут все передвигаются на машинах, но страшно. Вы знаете, в каком она состоянии? Если бы я на ней тут загох, во-первых, она тут осталась бы навсегда. О, ну ясно, ну ясно, все, жопа нам. Закопали колеса наши, давай, у меня есть лопата, помогу тебе их откопать. Слушай, здесь столько машин едут в одном и том же направлении. Куда эта железная дорога ведет? Неужели они все ищут? Слушай, здесь столько машин едут в одном и том же направлении. Все ищут новогодний экспресс. Но эта дорога крайне рискованная и крайне опасная. Вы посмотрите, какие непроходимые здесь участки. Люди буквально рискуют своими жизнями, чтобы спасти новогодний экспресс. Подобрали еще одного брошенного здесь человека, теперь дальше едем втроем и пытаемся найти хоть какие-то следы. Пока что никаких следов новогоднего экспресса на этой железной дороге нет. Но мы проехали весьма большое расстояние, куда она все-таки нас приведет. Но никаких зацепок и здесь нету. Мы уже с вами доехали в самую настоящую тундру. Впереди стоит ледокол. Опять наши колеса застряли. Давайте выясним хотя бы, куда мы с вами приехали. Ё-моё, я вижу белых медведей. Белых медведей, это какая-то полярная станция. Я кажется, что-то вижу, друзья. Я вижу, по-моему, вагоны новогоднего экспресса. Надо обойти самое главное этих медведей стороной, потому что я не хочу, чтобы они сейчас на меня напали. Давайте двигаться к этому, наконец-таки, поезду. Вы посмотрите только, сколько машин там стоит. Сколько застрявших машин там стоит. Все они ехали к этому поезду, но мы смогли его найти. Только что он здесь делает? Он поехал по другому же дорожному маршруту. Мы уехали с вами в какую-то тундру. Возможно, мы даже с вами добрались до северного полюса, раз тут стоит ледокол и ходят белые медведи. Давайте выясним, что же этот поезд здесь делает. Может быть, он ехал к Деду Морозу? Да, я все-таки был прав. Я не в одиночку искал этот поезд. Здесь очень много людей и все они бегают с лопатами. И, судя по всему, трудятся ради общего блага. Но что там с этим поездом вообще случилось? Ааа, вот что случилось! У этого поезда на пути встала Приора! Вот что с ним случилось, друзья! Мы разгадали тайну, почему этот поезд не смог проехать дальше. Он врезался в Приору. В результате началась пурга и его занесло снегом. Господи, какой же идиот ехал на этой Приоре, что въехал в новогодний экспресс. Я поговорил с машинистом поезда, и это действительно новогодний экспресс. И движется он не абы куда, а прямиком на Северный полюс! К Деду Морозу! Вы представьте, мы сможем отпраздновать Новый год прямо на Северном полюсе вместе с Дедом Морозом! Мне кажется, это лучше, даже лучше, чем любая новогодняя елка, которую можно себе представить. Только вот этот поезд никуда не поедет, пока мы его не откопаем, не смажем рельсы песком, чтобы колеса не проскальзывали, не затопим печку углем, и только потом мы сможем отправиться с вами на Северный полюс. Во всяком случае, мы все-таки смогли найти поезд Призрак, и теперь остается только его спасти, чтобы Новый год состоялся и у нас, и у всех остальных. Но чем больше людей сюда приедет, тем быстрее мы сможем его выкопать и доехать до Северного полюса, поэтому заходите играть на 15 сервер Радмир РП, приезжайте сюда, к этому новогоднему экспрессу, и давайте раскапывать его вместе. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны, и смотрите продолжение Покер МП. Продолжение следует...